Дорогие друзья, добрый день, охота на Герчика. У нас в гостях долгожданный гость, которого вы все хотели увидеть и услышать. Это Денцов Сергей Дмитриевич, у которого ник Silent Hamster на Smart Lab. Безотчеств будем. Сережа, Саша. Хорошо. Сергей, добрый день. Добрый день. Спасибо огромное, что пришли. Во всяком случае, сегодня постараемся поговорить о многих вещах, которые там заботят вас, Smart Lab, трейдеров и все остальное. Хорошо. Обычно первая сценарная заготовка, это как вы вообще пришли к трейдингу? Ну, обычно пришел, как и большинство приходят. У меня два сына прекрасных, и один из сыновей работал на Финами. И в 2008 году, в период кризиса, сынок позвонил мне и говорит, папа, а не хочешь ли ты заработать денег? И предложил внести деньги, говорит, сейчас похоже дно по рынку акций. Ну, я принес, внес миллион рублей. Счет был открыт на сына. Сын рассказал мне все коды, и я торговал от его лица. Ну, я торговал понемножку, я смотрел за рынком, смотрел за ценными бумагами. И вдруг сын через некоторое время говорит, папа, давай закрывать счет. Этот счет принес 300 тысяч. Я пришел в Финам и говорю сыну, ну, почему закрывать, раз так хорошо случилось? Ну, у меня сын особенно не азартен совсем, и поэтому он предложил мне закрыть счет и сказал, чтобы не потерять остальные деньги. Ну, я не послушался сына, мы сняли 300 тысяч. Надо тогда было послушать, когда заработал 30 процентов, а тут ребенок приходит и говорит потерять. Да. Ну, я 300 тысяч мы разделили с ним поровну, я ему отдал 150 тысяч, тебе тоже 150 тысяч сделал. Потратил я уже не помню на что, а остальные деньги стал торговать уже акциями, только акциями, причем голубыми фишками. То есть составили тот миллион рублей. Да, миллион рублей оставил, ну, естественно, тут же, через некоторое время, я уже не помню подробности, 2-3 месяца проходит, тут же потерял. Потерял сначала 100 тысяч, потом 200, те же 300 тысяч я и потерял. Вот, потихонечку учился торговать, никаких курсов, ничего я не прошел, я смотрел только интернет, смотрел за ходом рынка, смотрел за... Ну, тогда и не сильно это популярно было. Да, никаких курсов, ну, в основном курсы были при Финами, были курсы при других брокерах, но я не ходил туда, я смотрел только за рынком, слушал передачи РБК, практически не пропускал ни одной передачи финансово, посвященной финансовым рынкам на РБК. То есть заболели? Да, ну, как-то получилось так. Меня очень расстроило то, что я, то, что заработали мы так легко, и тут же мы это все потеряли. Легко потеряли или нет? Ну, терял постепенно. Нельзя сказать, что это было одномоментно. Терял в течение некоторого времени, ну, может быть, месяц-полтора там прошло. И тут-то я уж задумался, как быть, как жить, как дальше быть. В это время, где-то в девятом или в десятом году сын уходит с Финама, мы вытаскиваем деньги, закрываемся, и я перехожу к другому брокеру, брокеру открытия. Там также положил деньги туда, также продолжал торговать акциями, но тут же познакомился на смарт-лабе с единомышленниками. Организовался смарт-лаб где-то в это время примерно, в десятые годы, если в одиннадцатые, наверное, да, я точно не помню, даты у меня путаются. И некоторые ребята, когда в разговоре, в диалогах, переписке, предложили мне торговать на срочке, на срочном рынке. Знаете, я внес туда небольшую сумму попробовать, только попробовать. И оказалось, это моё срочка, вот эта торговля индексом, торговля фьючерсами, производными документами, акцией, всё это пошло у меня получаться. Торговал я, внёс я небольшую сумму, смешную сумму, но когда я получал в течение месяца 10-15% от этой суммы, то мне это очень понравилось. И сейчас я, так сказать, торгую также на двух, получается, рынках, на срочном рынке и на фондовом рынке. Конечно, по фондовому рынку сейчас дно или ещё первое дно, там будет ещё дно, есть какая-то просадка. Ну, я хеджирую, очень люблю торговать с БЕРом, иногда торгую. Вот последний отскок был, который произошёл в Газпроме, тоже позволил мне захеджировать немножечко свою позицию по Газпрому. В общем, у меня есть какая-то сумма, ну, просадка есть небольшая по Газпрому, но по акциям на фондовом рынке. Ну, я терпелив, я хочу... То есть, получается, что на ММВБ вы более позиционно торгуете, а на РТС краткосрочно? Да, да, получается, что срочный рынок – это интродэй, а большие периоды – это, получается... А какой у вас бэкграунд, образование и всё? Как вы пришли, откуда вы в трейдинг пришли? Ну, закончил я Московский инженерно-физический институт, специальность у меня прикладная математика, сам Бог велел строить и заниматься техническим анализом, анализировать различные кривые, тем более кандидатская диссертация у меня посвящена обработке спутниковых данных, поэтому я считал, что я найду какой-то грааль, исследуя те или иные кривые. Ну, в принципе, умеете исследовать, сиди, цифры, терболы, параболы. Да, я применял труд студентов, я давал технические задания лабораторные, но вот в результате такого анализа, вы знаете, я хочу сказать, что рынок, он хитрее оказался. Если бы мы нашли какую-то такую позицию, что можно применять было легко теханализ, то, конечно бы, я бы остался в этой стратегии. Поэтому я выработал свою собственную стратегию торговли. Ну, наверное, я сейчас расскажу кратенько о своей. У нас следующая, не, мы спешить не будем, у нас есть следующая 12-минутка, как раз мы потратим время именно на нее. Так получилось, вы работали по специальности? Да, я работал по специальности, даже я работал в Академии наук. Ну, в 2000-х годах я ушел в образование, то есть я пошел преподавать математику в ВУЗе. И сейчас я являюсь доцентом одного из ведущих ВУЗов, где я преподаю и информатику, и математику. Ну, вы вообще любите то, что вы делаете? Ну, понравилось, вы знаете. Я имею в виду, нет, не трейдинг, а преподавание. Ну, трейдинг я понял, что вам нравится. Ну, получается так, что зарплата, основная зарплата, это дает образование. Трейдинг – это хобби. Вы знаете, раньше сидели мужички возле дома и играли в домино. Может быть, это известно. А вы играете в трейдинг? Да, я считаю, что полезнее гораздо играть в трейдинг. Ну, вы же понимаете, что из такого количества мужичков, которые играют в домино, таких, как вы, получается, единицы. Ну, я понимаю. И вот хотел бы как раз тут предостеречь некоторую часть более молодых коллег моих, да, что можно так наиграться, что не получишь ни образование и ни денег не получишь. Вот, поэтому считаешь… И образование получишь? Ну, образование получишь, но без денег, конечно, образование – это все. Но вот я хочу предостеречь просто молодую часть поросель, да, что вообще-то лучше бы заниматься вот таким частным трейдингом тем людям, которые уже что-то достигли в жизни. Очень хорошо это идет, допустим, отставникам военным, у них есть пенсия. А может, у вас поэтому и получается, потому что вы на основной работе что-то делаете и потом тратите свое время на трейдинг, может, поэтому у вас и получается? А отставники, представляете, получается хорошо, значит, пенсия у него есть. Да, у некоторых военных пенсия довольно-таки неплохая. Да, он где-то дежурит, допустим, да, сутками, поставил компьютер, включил, освоил программу и, пожалуйста, торгует. То есть вы считаете, что это не совсем удел молодых? Да, я считаю, что, ну, сами подумайте, 100% выйдет, 5, допустим. 5% не выходит. Даже меньше, да? Не выходит. Даже 3%. И 3% не выходит. Еще хуже. Так вот эти 98%. Статистика говорит так, что там остается в первые несколько лет, там в пределах 5 еще остаются, а потом уже эта цифра вообще идет вниз очень быстро, и через 5 лет приходящих на рынок остается не более 1-1,5%. Ну, вот представляете, куда деваться этим 99%, 98%? Парень после окончания института занялся трейдингом, да, нет никакого карьерного роста. Он там, можно сказать, слил деньги родителей, которые... А многие, знаете, просто сидит, человек, представляете, выходит, заканчивает высшее учебное заведение, к примеру, да, и... Ну, не самое лучшее, да? Не высшую школу экономики, не Плешку, там, не МГУ, не МГИМО с именами. И ему предлагают 50 тысяч рублей, 45 тысяч рублей. Я просто знаю, какие зарплаты есть. 60 тысяч рублей. Что делать молодому человеку? Вот я хочу, чтобы мы как раз и после этого, сейчас пойдем в следующую 12 минутку, и поговорили как раз о том, что делать молодежь. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Одинцов Сергей Дмитриевич с никнеймом Silent Hamster, и мы поговорим через несколько минут после выпуска новостей. Дорогие друзья, добро пожаловать еще раз. Одинцов Сергей Дмитриевич, Silent Hamster у нас в гостях. Здравствуйте. Добрый день. От предыдущей 12 минутки мы как раз начали говорить о том, о молодежи. Вот представьте себе выпускник высшего учебного заведения. То есть в Москве несколько десятков высших учебных заведений. Мы не берем там топ-5, топ-10, а берем средненькое учебное заведение. Миллион, при том такие есть, со странными названиями. Человек выходит и думает, посмотрел, где-то почитал. Трейдинг очень здорово, можно заработать. Или идти на 50 тысяч рублей запад. По сути дела, по сути дела, так как думает человек, я не говорю, что это моя точка зрения. По сути дела, человек думает так, ага, 50 тысяч рублей. Ну, 50 тысяч рублей я всегда успею устроиться на работу. Дай-ка я попробую и тут. И тут начинается проблема. Вот ваше личное мнение. Ну, во-первых, этот человек, который приходит к трейдингу, он совсем прожил короткий отрезок жизни. То есть у него нет, ну я не хочу сказать, такой усидчивости, что ли, нет у него терпения. Вот по моему мнению, в трейдинг должны идти люди, которые уже коснулись рынка вживую. То есть торговали где-то, покупали какие-то товары, сдавали этот товар, продавали этот товар. А вот когда человек молодой, без опыта жизни, приходит в трейдинг, то, допустим, цена... Поставил он покупку, и вдруг цена пошла не в ту сторону, да, тренд повернулся противоположно. Человек нетерпелив, он не знает, что цена может вернуться опять туда же в этом коридоре, допустим, торговать в этом коридоре. Надо пересидеть этот провал и подождать. Но терпения нет у человека. Ну то есть, вот тогда такой вопрос, потому что слово пересидеть, оно такое, очень глубокое, сколько пересиживать. Вас я понял опять же еще раз, два счета, фарцовый и МВБ. На фарцовом счету вы пересиживаете или нет? Пересиживаю. Я хочу очень сказать, у меня есть своя система, которую я назвал методом Гуппи. И у нас на смарт-лабе, ну как я говорю, у нас на смарт-лабе, просто я там только тусуюсь, больше всего я нигде не тусуюсь. Так вот, любители... Звучит это, Гуппи тусуюсь. Так вот, оказывается, людей нельзя обманывать. Есть очень приятные собеседники, которые нашли под названием Гуппи человек, существует такой, его фамилия. И он рассказывает о своей системе трейдинга. Я удивился, я до этого не знал. Ну почему я назвал свою систему Гуппи? Я включаю компьютер, начинаются торги. Я покупаю, допустим, на РТС, да, один-два контракта. Ну это же смешно, все смеются надо мной. Ты что торгуешь этими одним-двумя контрактами? Если цена пошла в мою сторону, я тут же добавляю еще два-три контракта. У меня всего 60 тысяч. Я не могу больше. У меня есть ограничения. 6 контрактов максимум, да. Все. И тут же, как только, никаких стопов я не ставлю. Я не хочу, чтобы у меня стопы отнимали деньги. И если тренд продолжается в мою сторону, я покупаю, ставлю заявочку с исполнением с двумя этими уровнями. Как она называется? Связанная заявка. Связанная заявка. Сразу я уже в диапазон включаю мои вставки. И вот, когда тренд продолжается вверх, я поднимаю нижний уровень. И, естественно, рынок пойдет на низ, он отрабатывает нижний уровень. Я получаю с двух-трех контрактов 200-300 рублей. Я доволен. Некоторые, это кажется мало, движение получить. Сколько там на двух контрактах, там 200 пунктов. Это прекрасно получается. Я считаю, что это прекрасно. Сижу дальше, ловлю точно так же. И когда к концу дня, допустим, если у меня возможность появляется просидеть весь день, у меня получается на картинку, которую я часто выкладывал на смарт-лабе, там очень много значочек, значков таких. Покупка-продажа, покупка-продажа. Это как гупи. Это как рыбки, которые покупали мне в детстве. Мне не могли купить золотую рыбку, потому что она на базаре стоила дорого. А мне покупали гупи. И гупи, я их сам разводил. И вот эти гупи, это такая вот большая когорта рыбок. И вот этот рисунок на графике выглядит так же. И я чисто формально назвал его гупи-методом. И оказалось прекрасно. То есть я хочу так сказать. Гупи заключается в том, что я даже могу не знать, куда тренд пойдет. Я все равно вхожу в контракт. Нет, но я, конечно, посмотрю фундаментальный анализ, как открылась Азия, допустим. Я думаю, что, наверное, если Азия с плюсом открылась, то значит, мы будем торговать первое время до открытия Европы, до DAX. Дальше я в 11 часов включаю DAX. У меня, да, действительно, у меня стоят два компьютера. Один – это кривая и объемы, а второй… Два компьютера или два монитора? Два монитора, пардон. Два компьютера. Один ноутбук и стационарный ноутбук. Это дома у меня. И я когда смотрю на открытие, допустим, Азии, да, я ставлю, конечно, в лонг первые несколько фичей, да, допустим, 1-2. И дальше ориентируясь по объемам. Вот у меня две цифры, которые волнуют. Да, рядом же работает либо РБК, там, либо эти 24 часа новости, потому что фундаментал все-таки надо знать. Фундаментал, он дает опрокидывание тренда, допустим, моментальное. Допустим, вот тот же пример Саяно-Шушенской ГЭС. Авария. Да, авария случилась, там упала Росгидра сразу. Но это надо вылавливать, так сказать. А, ну вот вопрос один все равно, по поводу пересиживаний. До каких пор? До каких пор? Вот, допустим, у меня 60 тысяч, и я купил два контракта в лонг. Так. Если у меня получается полторы тысячи, две в минус, да, это еще я могу переследить. Но когда 4-5, я уже закрываю лось. Просто я закрываю лось. То есть, 4-5 в данной ситуации, и у вас-то где-то чуть-чуть меньше 10%. Да, получается, надо закрывать. Я переворачиваюсь в позиции, и тут же могу отбить эти потери. Но в тильт, вот как рассказывают, я никогда не попадал. То есть, вы можете закрыться, вы спокойны, закрылись и забыли. Да, я закрылся, и я могу вообще выключить компьютер и у меня идти на работу. Потому что я знаю, что рынок еще завтра будет, и послезавтра. И поэтому вот так. Сергей Дмитриевич, такой вопрос. Вы, у вас студенты. Да. Знают ли они ваше увлечение? Нет, студенты не знают, и я это не афиширую. Ну, это вы считаете увлечение или увлечение-хобби, или как-то вы сформулировать по-другому можете? Ну, вот я тут боюсь сказать и хобби, и увлечение, это как-то что-то все вместе. Ну, как его назвать хобби, если это хобби дает деньги, да? Это зарабатывание денег, это тоже трудно. Ну, вы знаете, у нас в гостях был человек, который занимается тем, что покупает, продает арт, произведение искусства. И вот он конкретно сказал, это и хобби, и заработок. То есть, он бывает, он очень любит, что такое хобби, что хобби это любовь к чему-то, то есть коллекционерам. Он любит коллекционировать. В данной ситуации он любит коллекционировать портсигары. И тем не менее, он иногда может купить что-то дешевое и перепродать. То есть, получается хобби, которые приносят деньги. Раньше это называлось спекуляцией. А сейчас это называется любимая работа. Да. А никогда ли вы не думали о том, что если вдруг у вас действительно, вот по сути дела, смотрите, у вас там счет депозит 60 тысяч рублей. Ну, на срочке. Да. Ну, к примеру, мы говорим, за срочку это не принципиально. Никогда ли не думали вы, если у вас действительно получается 10-15 процентов в месяц, например, положить миллион рублей и жить с рынка? Или вы боитесь, что если вы будете только пытаться заработать на рынке, то это будет проблематично? Есть такое подозрение, есть боязнь такая. Но я хочу немножечко сказать о том, что вот когда я получаю интродэй 2-3 тысячи, 2, я их вывожу сразу с рынка. Да, я читал. Ребята наслабились, смеются надо мной. А почему ты не выводишь эти деньги? Я считаю, что вы очень правильно делаете. Я даже не буду... Я хочу немножечко дополнить. Вот эти 2 тысячи, конечно, копейки. Я понимаю, что это копейки. Но когда... 80 долларов. Да. Когда... 70 долларов. С ноября прошлого года я стал выводить эти денежки, да, а то у меня уже получилось около 150 тысяч. То есть я перекрыл тот депозит, который лежит, и вот к этому вопросу, а не хотите ли вы играть не одним, двумя, пятью контрактами, да, а допустим 10-15 или там 20-50, то я пробовал. Но тут уже стопы, стопы я не ставлю, и когда у тебя зашкаливает, тренд не в твою сторону и падает на 10 тысяч, да, уже, конечно, играет. Играет что-то там внутри, и кажется, эти 15 тысяч, потому что я знаю, что как я зарабатывал эти 15 тысяч, я знаю цену деньгам. Ну, естественно. Вот. И поэтому меня рынок не пускает дальше. Я пытаюсь. Я хочу попробовать еще поработать вот на этих двух-трех тысячах, и, пожалуйста... А почему бы не поднимать, да. А потом я пойду выше. Да, да. У вас есть, например, какая-то стабильная цифра, статистика. Почему бы статистически просто не поднимать, например, там, ну, не раз там в неделю, а раз в месяц. Месяц отработал нормально, иная сумма набежала, к примеру, там, 10 тысяч рублей. Ну, поднял вместо двух контрактов, к примеру, там, стал торговать первоначально три, потом четыре. Понятно, Саша, но я же вывожу деньги. У меня как лежала сумма 60, так она лежит. А выводите вы по какой причине? А вывожу по той причине, что... Я, наоборот, с вами согласен очень. Мне не даст рынок пять контрактов, шесть контрактов взять, восемь, да, на 60 тысячах, там, на золоте. Естественно, хозяин наш предыдущий заставлял два раза в месяц выводить деньги. Заставлял. Я вообще хотел каждый день выводить торговые, но у меня не получается, у меня получалось максимум два-три раза в неделю. И то приятно, по две тысячи получать. Ну, да, я положу, я заморозил это заработанные деньги, и потом увеличу число контрактов. Это есть у меня перспективы, конечно, есть. То есть, это действительно на будущее желание? Да, есть, конечно, такое желание, и вообще я хочу стать долларовым миллионером. Я тут пришел специально... А как раз... Да. Я специально ходил в больницу, провел диспансерные исследования, у меня нашли там-то, то-то, то-то, третье, десятое. Через третья двенадцатая минутка, расскажите, почему вы хотите быть долларовым миллионером. А в гостях у нас Одинцов Сергей Дмитриевич, преподаватель математики, сайлент хэмстер и по совместительству трейдер, как гугенот. А после новостей мы продолжим наш выпуск. Нас наверняка доктор гугенот будет слушать, ему огромный привет. Привет. Привет, очень приятный человек. Да, он на самом деле не просто даже приятный человек, он такой море обаяния, он был у меня... Ну, я видел передачи. Да, на передаче, да. Доктор-любитель трейдером себя называет, но он в этом плане действительно молодец, очень знающий, знает, о чем говорит, уважаемый. А вот о долларовом миллионере. А, хорошо. Ну, я хотел еще немножечко о гугеноте сказать. В свое время Тимофей забанил его навечно. Меня тоже банили? Да. А как навечно? Нет, вроде он есть. Я выступил на смарт-лабе с просьбой разбанить этих интересных людей. Разбанили там и Карапуз. Есть такой интересный человек, который очень интересно делает новости, экономическое обозрение. Все, я его читаю с удовольствием. Правда, мы цапаемся в реальной жизни, но тем не менее почитать интересно. И того же Гугенота, и ряд еще людей, которые там... А почему долларовым миллионером? Ну, ведь прийти на трейдинг и не хотеть стать генералом, тогда я не понимаю, зачем трейдинг. Потом количество денег, да, все-таки дает какую-то свободу, передвижение, все. Я хочу сказать, я брал маленький ноутбук, и когда мы с женой сидели в Англии, она еще спала, а разница во времени была 2 часа. И когда я торговал оттуда, на нашем рынке, и я, пока мы находились с туристическим визитом неделю, я заработал 14 тысяч. Эти 14 тысяч, это дорога, по сути дела, на билетик. Ну, вы знаете, тут правила другие. Я не советовал бы, например, человеку торговать. Вы же должны или отдыхать, или работать. Ну, как-то я заболел этим делом, потому что мне нравится работа именно на рынке тем, что мобильность. Можно торговать из любого уголка. То есть вы считаете все равно, что вы больной? Ну, наверное, я заболел. Болен тренингом? Да. Болен, согласен. Мы все, я всегда на выступлении говорю, мы наркоманы. Да, и мои близкие говорят, что да, вот я прихожу вечером с работы, если мой компьютер занят, все знают, что надо убежать с места. Женщина не жалуется. Ну, после того, как появились некоторые достатки, так сказать, которые... А, то есть вы стали зарабатывать, вы немножко даете там деньги, и она говорит, Сереженька, лучше иди торгуй. Но она этого впрямую не говорит, хотя теща все так и не верит. Пожилой человек, 85 лет, она совершенно не верит в это и машет рукой. А скажи, сколько ты проиграл? Не верит, а пожилые люди вообще не понимают, для них все это биржа, это казино. Да, вот в принципе, да, так. Давайте теперь о долларовом миллионере. Пожалуйста, а что о нем говорить? Вы говорите, вы не оставили желания. Я посмотрел, да, сколько у нас торговых дней в году? 250 где-то, да? 250 в Америке, в России чуть-чуть поменьше. Да, поменьше. Ну, не будем этих крохи считать. Дальше. Если я буду торговать с такими двумя тысячами, то у меня жизни не хватит. Правильно? Значит, надо что-то решать. И вот этот отпуск, который сейчас я получил, да, в отпуске, я буду сильно думать, что мне делать. Я совершенно боюсь опционов. Я не знаю опционной торговли. Я хочу попробовать и опционную торговлю. То есть, найти еще. Ну, а зачем вам что-то искать, если у вас работает, даже не в том плане, что доход есть. У вас есть статистика. Вы же математик, правильно? Кому, кому, как не вам, знать два закона. Математика и статистика по-простому. Математика приблизительно говорит о том, у вас есть там 20 рабочих дней. Да. В среднем, да, вот вы сколько торгуете так успешно? Год, два. Ну, да, вот 15 тысяч считайте в месяц, да, если я считаю срочку. Нет, мы не так считаем. Год, два вы торгуете как бы успешно, зарабатываете по-простому. Ну, стараюсь, да. Выше нуля. Два года, правильно? Да. Из пяти. Из пяти. Ну, три мы не берем, три считаем, что вы учились, и сейчас вот два года вы потихонечку зарабатываете. Не имеет значения процент или еще что-то. Здесь идет вопрос абсолютно в другом. Вот представьте себе, 20 рабочих дней. Статистически, я уверен, уверен, что такой человек, как вы, скрупулезный, математик, ведет статистику. Сколько у вас за 20 дней положительных дней? Ну, если в процент, я сейчас не могу точно сказать. Цифра, из 20, хорошо, пускай будут в процентах. Ну, 15 дней, допустим. Прибыльных. 12 дней положительных. То есть, у вас больше 50%. Больше 50%. Больше 50% положительных дней. Дальше. У меня задача, чтобы положительных было больше, чем отрицательных. Хорошо, вот представьте себе, вот мы пишем на бумажке, там 12 на 8, так? Да. То есть, здесь уже у вас, как бы в математике называется, математическое преимущество. Правильно? Ожидание статистическое. Да. Дальше. Положительным ожиданиям. Пожелание. Уже оно есть, правильно? Плюсик поставили. А теперь вопрос номер два. Да. Те дни, когда вы теряете, те дни, когда вы зарабатываете. Ну, теряете, я понял. Вы можете потерять 3-4 тысячи. Чуть-чуть больше, зарабатываете вы где-то, к примеру, 2. Правильно? 2-2,5. Ну, там вы немножко проигрываете, здесь вы выигрываете. Но вы еще не считаете спотовый рынок. Не, МВБ не считаю. Я только форц. Почему? Чего вы боитесь? Времени надо очень много, чтобы 30 миллионов рублей заработать. Нет, почему время? Вот смотрите, вы выводите деньги. Да, вот, например, вы делаете 15 тысяч рублей. Да. Месяц. Месяц. Это хороший месяц. Хорошо. 10, к примеру. 10 тысяч рублей. На 60 тысяч депозит. То есть, получается, что каждый месяц, раз в месяц, вы можете добавлять по ГУ один контракт. В принципе, да. То есть, по сути дела, вы с первичным депозитом за один год можете торговать 20 контрактов. Ну, при хорошем, да. Нет, я занизил ваши цифры. 17 контрактов, 15 контрактов. На 15 контрактов в день вы можете умножить то, что вы зарабатываете сейчас, на 5. Да. Ну, 10 тысяч получается в день. Ну, это прекрасные. Средние. Средние, которые дают независимость от работы. Почему вы, зная, человек математики и человек статистики? Ну, об этом я тоже думал, рассуждал. И, в принципе, да, конечно, можно. И к чему вы приходите? Придется увеличивать количество контрактов. Ну, такое страшное слово «придется». Это все Герчик сейчас психологически обработал. И придется увеличивать контракт. А может, это ваша дискомфортная зона? Вполне возможно. Как я там себя поведу, тоже не знаю. Ну, естественно. Вы же представьте себе, смотрите. У вас там потери максимально 4 тысячи на день. Ну, 4, ну, 5 бывает. За 2 дня могу потерять и 10 тысяч. Да, вот представьте себе, 5 тысяч по делу за день. А тут надо в 5 раз увеличивать объем. Это 25 тысяч рублей за день. Представляете, жена придет, скажет, Сереженька. Сапоги потерял. Какой сапоги? За 25 тысяч рублей это крутые сапоги. За 25 тысяч рублей 3 пары сапог можно купить? Вот вопрос один, не ударит ли эта цифра по вам? Дело в том, что я не хочу получать инсульт, не хочу получать инфаркт. Вы же торгуете цифру? Да, цифру торгую. Когда я начинал торговать первые годы уже сам на открывашке, в открытии, да, то, представляете, провалы по Газпрому, допустим, когда он отскакивал, потом снова падал, да, по тому же Мечилу, да, ну, были бессонные ночи. То есть, я приучался к потерям. Ну, то есть, по-простому, по-простому. А сейчас? Нет, по-простому у вас есть цифра, с которой вам комфортно. Поэтому я говорю, может, вам и не стоит даже увеличивать цифру. Может быть, и не стоит. Все от эксперимента зависит. Если пойдет хорошо дальше. Просто вы понимаете, что если... Да. И те же 25 тысяч, это для меня тоже не деньги. Я могу их пересидеть тоже. Если вы, не в этом дело, если вы просто будете по градации, как по лесенке идти, например, добавлять по контракту, то, естественно, и прибыль будет, то есть, это не будет ударом. Это не так, чтобы завтра взяли и потеряли. Я согласен. Это тоже интересная идея, да. Ну, поэтому вопрос. Опять, я и хочу, пытаясь выводить у вас, что... Что вас останавливает? Вы не сможете никогда сразу там большую цифру потерять? Да ничего, по сути дела, не останавливает. Ничего не останавливает, поэтому вполне возможно, что и буду торговать, вот, может быть, после отпуска такими цифрами и постепенным наращиванием позиций. А что вас до этого останавливало? А до этого останавливало? Да принцип очень простой. Раз получается по мелочи, то почему бы не торговать по мелочи? А когда я входил 5-6 контрактами, пару раз я просел там на 5-7-8 тысяч, да, это меня остановило резко, как бы ушат холодной воды на меня. А может, вы просто очень резко подняли объем? Ну, подъем там резко. В основном-то я вылавливаю, знаете, какие-то трендовые движения, которые начинаются на больших объемах. И если я увидел этот объем, и он у меня сработает, то 4-5 контрактов я с удовольствием кидаю туда. И он срабатывал. Ну, здесь начался тильт такой какой-то, может быть, можно сказать. Поменялось резко движение, поменялся объем. Не, ну тильт, вы в тильт не впадали? Да, не впадали, по-большому. Да, тильт это когда ты начинаешь просто переторговывать. Да, здесь просто начинается резкая волатильность, увеличилась волатильность. И все, вы не были готовы. Да, и я просто... Такой вопрос, я вот недавно читал вашу статью, что как раз про технический анализ. Да, ну что технический анализ? Ну, вы написали, что технического анализа нет. Да, я хочу сказать, что по большому счету технического анализа действительно нет. Но я могу тут же написать статью, вот сегодня приду и напишу, что технический анализ это благо. Мне нравится поднимать шум, поднимать шум на смарт-лабе. Я смотрю на реакцию публики. И когда умный человек мне пишет что-то противовес, и он доказывает, что ты не прав, технический анализ есть, то я принимаю от него знания просто. Я просто скажу одну вещь. Вы сегодня будете писать, ну, когда будете писать статью... О пользе технического анализа, допустим. Нет, не в этом дело. Вопрос один. Когда выходят там Леша Майтрейд и многие остальные пишут, у меня всегда есть один вопрос. Я его пока что никому не задал, вы будете первым, которому я задам его. Вы открываете часовой график. Ну, часовой. Я не беру маленькие, короткие таймфреймы, там могут быть случайности. Мы открываем часовой график. И видим, да, вы знаете, я торгую только по уровню. Почему? Потому что люди, которые говорят, что технического анализа там не существует или не работает, это люди, которые вообще ничего не понимают. Потому что у меня огромное количество друзей, которые в хатч-фондах работают, и которые торгуют только по технике. Ну, плюс, естественно, фундаментал, но входы все равно только по технике. То есть сначала, вот как у нас там Саша Потавин был в гостях, сначала он отсматривает хорошую интересную бумагу фундаментально, и потом ищет точку входа все равно на графике. Но он все равно заходит только по технике. То есть если она фундаментально очень сильная, он не возьмет никогда просто и не выберет точку. У меня всегда один вопрос к людям, которые говорят, что технического анализа не существует. Как можно обосновать? А для меня, я когда вот студентов учу, и как и вы, а вы как никто другой здесь меня поймете. И можно одно сказать, слушай, верь, что так есть, к примеру. Или как можно обосновать, что на часовом графике, не имеет значения, какой инструмент, Форекс, ММВБ, идет 4 лимитных удара в одну и ту же точку, иногда с погрешностью буквально в 1-2 пипса. Что такое лимитные удары в точку, в одну и ту же точку? Ну, например, вот цена 1.33, и 4 раза бьемся в одну и ту же точку. А, по большинству некоторого времени. Просто один час прошел второй, третий, четвертый. Есть уровень такой. У меня вопрос один. Если не брать это за технический анализ, как это объясняется? Вы знаете, я проще вам расскажу. Я сравниваю трейдинг, или торговлю на рынке, да, с морем. Вы видели картину «Девятый вал», да? Я пытался найти «Девятую волну», правильно, тоже в трейдинге. То есть вот «Девятый вал» – это самая большая волна. Я часто люблю купаться на море, я купаюсь... Это абстрактная волна и... Но она не абстрактная, она на самом деле по волне есть. Ну, помимо «Девятой волны»... Нет, но есть первые 7-8 волны. Так вот я хочу сказать. Чтобы поговорить, сейчас у нас в гостях Одинцов Сергей Дмитриевич, «Сайлент Хемстер», и мы сейчас поговорим и о «Девятой волне», и о мнении как раз Сергея Дмитриевича, ответа на мой вопрос. После короткого новостного выпуска мы вернемся к вам. «Девятый вал». «Девятый вал». Вот вы спрашиваете, бьется три раза в точку 1.33, да, допустим, там или один, сколько хотите. Так вот, на рынке присутствует ограниченное число покупателей и продавцов. Вот если накат покупателей, да, допустим, и откат продавцы, так вот, три раза ударили в одну точку. Одинаковое, практически одинаковое количество купило и одинаковое количество откатилось. «Вот вам объясняется ваш уровень. Пожалуйста, торгуйте на этом уровне». Я поэтому и спрашиваю. Вопрос один. Да. Здесь нельзя сказать вашими словами, потому что вы не правы. Ну, с чем я не прав? Ну, потому что откат, то есть величина бара, который подходит к уровню, она разная. Но верхняя цена, к примеру, если откатная, она всегда одна. Поэтому вопрос один. Как это объясняется? Я объясняю это предельно просто. Наличие лимитного продавца. Что это значит? Если стоит лимитный продавец, который удерживает одну и ту же цену, где-то вверху, если это у нас уровень сопротивления, значит, он удерживает одну и ту же цену, ему нет смысла никакого, чтобы цена торговалась выше этого уровня. Для меня это точка захода. Я это называю техническим анализом. Хотя и не читал книги. Точка захода на... Шорт. Шорт. Конечно. Понятно, шорт. Две вещи. Первое. Я вижу, что стена не пробивается, и я имею понятный стоп. У меня очень предельно простая стратегия. Предельно простая. А у меня еще проще. Я захожу на рынок, смотрю рынок, смотрю кривую и смотрю объемы. Если пошли объемы больше зелененького цвета покупок, я ставлю лонг. Одно маленькое но. Только надо успеть. Одно маленькое но. На Олимп все вместе не ходят. Правильно. Одно маленькое но. Все все равно, кто утверждает, что технического анализа не существует, они могут утверждать. И они говорят, что это все... Тогда почему все равно люди теряют деньги? Ну, рынок, он... Вы же тоже в моменте теряете. Я хочу сказать, рынок там без потери, вы сами говорите, без потери невозможно торговать. Поэтому вопрос один. Когда человек говорит, что, например, это фигня. Я не говорю у вас в данной ситуации. Например, да? Потому что, например, там Леша Майтрейд очень любит говорить, а это фигня, я разбиваю технический анализ, VSA, Delta, Spread анализ, то и то, и то, и то. Тогда задается вопрос. Откуда у тебя взялся стоп? Как ты взял точку? Это лучше, наверное, у Матрейда и спросить. Я и спрошу это. Он сейчас пока в разъезде. Я, естественно, спрошу. У меня просто поэтому и был к вам вопрос. Об этом надо подумать. Я почитал статью, и я понял. Я понял эту статью. Это было для того, чтобы раззадорить. Да, да. Это больше раззадорить. Раззадорить, да. Ну, хорошо. Как вы объясните просто с точки зрения математики? Что цена возвращается? Давайте говорим так. Будете говорить согласны или не согласны? Рынок стихийный. Да. Согласны. На рынке присутствует огромное количество разных игроков, покупателей и продавцов. Да. Практически крайне редко видно, большие или маленькие. Практически, да. Да, то есть можно посмотреть. Ну, в стакане можно увидеть больших и маленьких. По объему, по объему очень тяжело определить, кто-то набирает большую позицию или нет. Если бы все эти факторы были сложены, то это есть универсальный солдат или универсальный трейд. Иначе, если делаются ошибки по ходу, и человек действительно теряет на этом деньги, значит, грали нет. Ну, я тут не так бы сказал. Тут надо еще привлечь фундаментал. Если вот там, допустим, положительный, допустим, какой-то фундаментал, то ясно, что пойдет рынок расти. Вот, буквально, буквально три недели назад, четыре недели назад, я один из немногих, это есть в интернете, сказал, что нефть, CL, да, Лайткрут, пробьет 100 и уйдет вверх. Она была 96 тогда. Там действительно очень сильная база строилась для выстрела вверх. Она ушла, она сегодня стоит 103. 103, вчера была, по-моему, 105, 106, она поднималась, по-моему. Рынок не пошел. Для России это один из самых сильных фундаментальных факторов. Смотрите, что происходит дальше на рынке. Рубль-доллар растет, растет. Всю жизнь на РТСе с РТСом всегда была корреляция. Да, была. Рубль-доллар растет, РТС падает. То есть сейчас, получается, что у нас происходит? Фундаментальные факторы, которые происходят, не заросли. Перестали работать, да. Поэтому я пытаюсь сказать, как определить, вот стоит этот лимитный покупатель, лимитный продавец, стоит эта стена. Как она объясняется? Не могу ничего сказать по этому поводу. Я об этом даже не думал. Об этой плите или стене, назовите ее, как хотите, да. Ну, сводит в смысле к тому, что это некий кукол, о котором мы искали или ищем, да. Почему? Который двигает рынком, можно сказать. На данной ситуации кукол называет игрока, который действительно двигает рынок, срывает стопы. А тут парень четко набирает позицию. Он же четко набирает позицию, и это видно. Он же так же может и двинуть рынок, если перестанет набирать позицию. Он может с лимитного стать динамичным? Ну, наверное, это какие-то крупные инвестдома или еще какие-то по договору работают. Здесь вопрос заключается в другом. Когда человек садится торговать, у него должна быть идея. У вас, вы вашу идею озвучили. Я занимаюсь предельно просто. Вот давайте еще раз. Ваша идея. Моя идея очень простая. Заходим по-любому. Вход делаем. Либо short, либо long. Ну, конечно, предварительно фундаментал посмотрим. Ну, посмотрели. Вот утром пришли, открылись. Азия открылась в плюсах. Азия плюс. Нефть в минус. Нефть в минус. Закрытие вчерашнее минус. Америка плюс. Вот получили. Два плюса, два минуса. Подождем. Открывается рынок. Открылся Россия. Открылась минус 0,2. Минус 0,2. Я иду, допустим, в минус. Short ставлю. Два-три контракта. Почему именно short? Да потому что в минус ушла Россия. Хорошо. И есть желание, что ждать еще дальнейшего понижения. То есть вы считаете одну вещь, что любая тенденция, если она не сильно большая с открытия, к примеру, не открывается. Продолжается куда-то. То есть она продолжается. Да, допустим. Я так считаю. Да, ну, по-моему, 0,2 или там, или 0,1 плюс, это же... Ну, 0,1 плюс, тогда уж я вообще не знаю, что делать. Мелкое значение. Да. Я сижу и жду. Но если упало там на 0,2, 3, на 0,4 процента, да? Ну, мы сегодня открылись плюс 0,4 процента. Плюс 0,4. Прекрасно открылись. Я сегодня не был на открытии рынка, да? У меня золото хорошо сработало. Я купил один контракт, два контракта на золото, и он мне поднялся, и он дал мне полторы тысячи рублей. То, что я за день делал. 25 долларов золота, да? Да. И вот оно поднялось, и все. Так, вот вы выставили заявку. Когда я подошел к компьютеру сегодня и включил в 11 часов, когда я увидел вот этот вход, я всегда знаю, что к вечеру, наверное, все упадет. И я зашортил Сбер. Сбер, не помню, там 103 рубля с чем-то, там 103 с чем-то, там с копеечками. Я зашортил Сбер. Не знаю, что сейчас творится. Душа немножечко болит. Почему? Ну, я немножечко сделал. На 100 тысяч. Я говорю, почему душа болит? Да потому что хочется плюс еще получить. Тысячу какую-то снять. Ну, это же работа, не бывает каждый день плюс. И вот я хочу посмотреть, что творится со Сбером. Вот я так чисто на интуитивной торговле подумал, что Сбер должен упасть сегодня. Потом, есть фундаментал, это ВВП страны, это инфляция, да? Что у нас по большому счету? У нас никто ничего не работает и ничего не производит. Поэтому шортить на все, как говорят, шортить и на всю котлету. И тем более я сейчас не советую ничего покупать. Потому что вот это дно, я в 2008 году тот же ВТБ покупал по 3, по 2,5 копейки. Боялся, но покупал. Боялся, но покупал. Мне было страшно по 3 копейки покупать ВТБ. Потому что я, казалось бы, еще немножечко и все. Бумага обесценится и будут бумажки подметать на улице дворники. Ну, вот сейчас примерно такая же ситуация. Сейчас ВТБ держится, если брать инфляцию с 2008 года. А вы Сбер, наверное, перепутали. 93. 93, да, Сбер. Да, да. Сбер. 93. Но он сейчас 92.39. Вот где-то у меня покупка стоит на 91.80 или еще что-то. Откуп. Откуп, да. Вот этой позиции. Шортовой. Шортовой позиции. Также сейчас хочу сыграть на Газпроме. Он довольно хорошо поднялся до 114. Вот тоже поднимался в 11 часов, где-то 113 с чем-то рублей. Я тоже хотел его поставить, но что-то подумал, пока хватит мне одного Сбера. Вот у меня примерно такие интуитивные понятия в фондовом рынке. Но для вас это образно интуиция-то, что вы понимаете. Да, и то, что фундаментал есть какой-то общий, полуотрицательный. Тем более сейчас по Сберу. Да, идут различные отчетности компании. Мы же ходим за Америкой. Мне очень приятно торговать. Перестали, вы знаете. Да, да, нет. Я РТС включаю вечерку. РТС Америка. Ну, по сути дела, если бы сейчас мы РТС ходили бы за Америкой, мы даже были верхом. Так и ходим. И смотрите, что происходит. Нефть поднялась вверх. Америка поднялась вверх. Мы стоим в низах. Рубль-доллар поднялся вверх, и мы остались в низах опять. Ну, хорошо. Остались в низах. Но это если хорошо, это если не последнее дно. Но все равно бы я не советовал большинству ничего делать. Давайте, у нас минута осталось. Такие несколько блиц вопросов. Давайте, пожалуйста. Что бы вам нужно было, чтобы вы ушли с работы, оставили вашу работу и перешли на трейдинг? Ну, я очень люблю стабильность во всем, и поэтому мне нужна стабильность в получении положительных результатов. То есть, по сути дела, либо пенсия, либо зарплата? Пенсия, которую я должен заработать на работе основной и плюс. Ну, вам еще до пенсии время? Ну, осталось полтора-два года, если ничего не поменяет в нашем государстве. Ну, у нас могут поменять. Да. А трейдинг – любовь или увлечение? Вы знаете, увлечение, которое переросло в любовь. Можно так сказать. Обычно, наоборот, не бывает. Посоветовали бы вы своим друзьям? Я бы посоветовал тем друзьям, у которых есть несколько источников дохода. Есть дачи, квартиры, яхты и прочее, потихонечку увлекаться этим. Но эти деловые люди, они заняты сохранением своих денег, и вряд ли они пойдут сидеть, торговать трейдингом. Они скорее отдадут деньги в доверительное управление. А, дорогие друзья, у нас в гостях был Одинцов Сергей Дмитриевич, Сайлен Хэмстер. Попытались до вас донести, видите, каждый по-разному торгует, кто-то использует технический анализ, кто-то нет. Это была охота на Герчика, Александр Герчик и Одинцов Сергей Дмитриевич. Вам огромный всем привет, всего доброго. До свидания.